С начала суток на передовой произошло уже 122 боя. Больше всего российских штурмов на Кураховском направлении, отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины. Кремль безуспешно пытается продвинуться на всех стратегически важных участках фронта, отмечают военные эксперты. Сейчас враг начал массированные атаки на 8 стратегических направлениях. Путин ставит задачу к Новому году все-таки продвинуться по всем точкам, где сейчас идут ожесточенные бои. Это, конечно, Кураховская, это Покровская, это Торецкая, это Упинская, вообще Харьковское направление, ну и, конечно, это Курская, где он ставит задачу не до 1, но до 20 января совершить ряд стратегических операций. Мы видим, что сейчас враг уже находится как бы на пределе, то есть задействует все резервы даже на Кураховском направлении и пытается окружить ряд населенных фондов и, конечно, Кураховск, Курахов, не удается провести активные операции по прорывам большим. На Лиманском участке фронта украинские войска успешно отразили российские штурмы в районе Грековки и Новоегоровки Луганской области. Противник пытался наступать и в районе Торского, Тернов и Серебрянки Донецкой области, а также Кругликовки, Колесниковки, Лозовой, Тихого и Волчанско-Харьковской области. На Волчанском участке операторы дронов 82-й бригады ликвидировали позиции и пехоту россиян. На Краматорском направлении пограничники уничтожили три склада боеприпасов, две самоходные пушки, две гаубицы, два грузовика и очередную реактивную систему залпового огня захватчиков. На Запорожском участке российские войска пытаются штурмовать малыми группами, отмечают военные. За прошлую неделю противник несколько раз пытался провести штурмы малыми группами численностью до 10 оккупантов. Также были предприняты попытки провести штурмовые действия на мотоциклах и квадроциклах. Наши военнослужащие обнаружили оккупантов заранее и уничтожили артиллерии, сбросами и FPV-дронами. Игорь Шафигулин, начальник секции 1-го батальона 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в интервью Суспильному. На мотоциклах, а также багги и даже на Ниве россияне пытаются атаковать и в Курской области. Украинские морпехи отбили несколько таких штурмов. А в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины ударили по полку российских ракетных войск в Курской области. Как отмечает Генштаб ВСУ, зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400. Это подразделение Вооруженных сил Российской Федерации вело боевую работу в режиме «земля-земля», то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков в большинстве своем попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины. Из сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Телеграм. А во временно оккупированном Крыму партизаны разведали базу российских захватчиков на мысе «Фиолент». Там, в частности, расположены системы ПВО «Россия». На территории военной базы на «Фиоленте» расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, который отвечает за безопасность побережья с помощью ракетных систем. На объекте развернуты системы ПВО «С-300». Также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и выявлением целей. Взаимодействие этих подразделений формирует комплексную систему обороны региона. Мы продолжаем разведку, выявляя уязвимости этих объектов и оперативно передаем информацию для дальнейших действий сил обороны Украины. Из сообщения партизанского движения «Отэш» в Телеграм. Общие потери армии страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения уже превысили 730 тысяч человек. За сутки было ликвидировано 1020 российских солдат, уничтожено 4 танка, 5 артиллерийских систем, 17 бронемашин и десятки единиц другой техники «Россия». Лиманское направление. В этом лесу тренировки проходят бомберы, экипажи ударных беспилотников. Бойцы не ждут благоприятной погоды. Их задача удержать борт в небе даже при сильных порывах ветра. И при этом сбросить боеприпас и попасть в цель. Дрон дестабилизуется, ты намагаешься за рахунок керувания его стабилизувати, ветер закинчивается. И в этот момент, получается, снова доводится по-другому стабилизовать. И вот с этими порывами доводится регулярно бороться. Как на тренировках, так и на боевых вылетах бойцы для сбросов боеприпасов на цели стали использовать FPV-дроны, то есть одноразовые беспилотники. Говорят, такое решение на фронте – эффективное. Кроме FPV-дронов ребята используют еще большие беспилотники. Недавно у них появился ночной бомбардировщик-дрон «Магура». Его, как и БПЛА-вампир, россияне называют «Бабой-ягой». И мгновенно прячутся при появлении первых звуков его приближения. Дрон многофункциональный, и боевых задач у него много. Можно дистанционно минувать, можно навражения скидать, можно провизию подвозить на пехотные позиции. Большие парни хвалят, люди из пехоты говорят, что им намного спокойнее работать, когда работают «Бабой-ягой». Им спокойнее, потому что мы их прикроем, а мы там что-то можем им привезти, а можем противника вытянуть от них. И по-разному бывает. Боевые части для дронов бойцы частично делают самостоятельно. Нам показали, как из стационарной противотанковой мины при помощи FPV уничтожаются блиндажи противника. Мы ее просто беремо, разрезаем пилочкой. И тут вот вы одно видите, сколько их там кусочков. Скотчем это все закрепляемо. Батарейка крона, яка инициирует сам заряд. И, соответственно, когда летит дрон, это идет на замыкание, электроконтакт, и возникает выбор. Такой боеприпас саперы собирают за 15 минут. Для каждого боевого выезда бойцы берут с собой десятки таких взрывчаток. Солдаты говорят, обидно, когда в нужный момент боеприпас не взрывается. Но были случаи, когда и без детонации сброшенный снаряд поражал противника. Бойца с позывным Десна называют вампирист. Уже почти год он совершает полеты на беспилотники вампир. Говорит, всех пораженных целей уже и не вспомнить. Иногда, вылетая выполнять одно задание, бойцы сразу получают другое. И маршрут полета мгновенно меняется. На закате солнца мы уезжаем с позиции 115-й отдельной механизированной бригады. Ночью у ребят очередной боевой выезд. И, соответственно, новые цели противника. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала Freedom.